Здравствуйте, с вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наш цикл, посвященный божественной литургии, и в рамках нескольких лекций мы говорим с вами о анафоре, о главной части в рамках литургического последования. Напомню, в нашем прошлом занятии мы поговорили о префации, о той вводной части анафоры, в которой мы слышим определенные темы, связанные с домостроительством Божьим, с планом Бога о спасении человека и началом его осуществления. Напомню некоторый фрагмент из этого текста. За все это мы благодарим Тебя, единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святого, за все, о чем мы знаем и о чем не знаем, за явные и неявные благодеяния, оказанные нам. Мы благодарим Тебя и за эту службу, которую Ты изволил принять из наших рук. Хотя перед Тобой и предстоят тысячи архангелов и десятки тысяч ангелов. Херувимы и Серафимы, Шестокрылатые, Многоокие, Вышние, Крылатые и далее, собственно, мы переходим к теме хвалы ангелов и соучастия человека в этой ангельской хвале. Что мы читаем далее? Победную песнь поющая, вопиющая, взывающая и глаголющая. В рамках анафоры мы слышим, что перечисленные ангельские чины многообразно восхваляют Творца. В этот же момент происходит и определенное священодействие на престоле. Дьякон, если он участвует в богослужении, если же нет, то священник. Беря в руки звездицу, которая стоит на дискосе, крестообразно осеняет ею хлеб, складывает ее и отлагает в сторону. Мы наблюдаем, как в рамках движения литургии к своему центру, перед нами как бы раскрываются святые дары. Вот они стоят на жертвеннике полностью покровенными, вот под этими же покровами, но уже без воздуха, они износятся на великий вход. Вот после него они полагаются на престол и снимаются покровцы, а воздух покроет дары. Вот на символе веры и воздух будет тоже снят. И вот последнее, что над ними стоит, звездица, отлагается на этом возгласе. Вот перед нами открытые хлеб и вино, готовые стать телом и кровью Христовыми по молитвам верующих и благодатью Господней. В этот момент собравшиеся, или в современной практике хор, возглашают ангельскую песнь. «Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполн, то есть полны, небо и земля славы Твоей, а санна в вышних благословен, грядай во имя Господне, а санна в вышних». Эта песнь завязывает нас одновременно на несколько очень важных тем. Во-первых, нам нужно поговорить принципиально о логике восхождения-нисхождения, которую мы наблюдаем в рамках литургического текста. Что я имею в виду? Если очень примитивно выразиться, как мы представляем себе то, что происходит в рамках данного таинства. В каком-то смысле, например, та же самая иконография, наш в этом помощник. И вот мы можем увидеть, что из литургических каких-то символов мы видим на, например, изображениях апсид, то есть вот в алтаре. И здесь, в общем-то, две основных традиции. Традиция, с одной стороны, преимущественно восточной церкви, когда мы, например, наблюдаем, как алтарная апсида, расписана сценой причастия апостолов. То есть вот перед нашими глазами Христос, который протягивает тело свое Петру, который предлагает кровь свою Павлу. То есть это даже причастие не столько тайная вечеря, потому что, например, Павел на ней не присутствовал, сколько вечное причастие Христу в Царстве Отца Небесного. И вот в этом смысле община стремится вот туда, к этому роду причащения. В западной традиции часто мы наблюдаем другой сюжет. Христос, нисходящий на алтарь. То есть молитвами верующих Христос как бы снисходит до нас и притворяет предложенные нами дары хлеб и вино в тело и кровь. Сказать, что какая-то из этих логик принципиально верна, а другая ошибочна, в общем-то нельзя. Нужно заметить, что, например, сам текст нашего литургического последования указывает как бы на обе из них. С одной стороны, в предыдущих молитвах мы с вами читали, как многократно священник от своего лица и от лица народа молился о том, чтобы Господь не зашел на дары или не спослал святого своего духа на дары. То есть чтобы произошло именно нисхождение Божие вот в эту актуальность здесь на земле пребывающую общину верующих. А с другой стороны, точно так же регулярно, можно сказать, практически параллельно чередуются в текстах эти темы, точно так же регулярно мы слышим мысль обратную о том, что само это священодействие нас, где пребывающую общину верующих, возносит в царство Отца. Вот пример ангельского гимна, один из самых ярких и очевидных. Мы во время малого входа с вами слышали молитву о том, что вот вместе с ангельскими силами мы совершаем это служение. Во время Великого Входа мы, собственно, пели и же Херувимы, песнопение, которое указывало на сродство нашего служения, служению высших чинов. И здесь, собственно, церковь воспевает гимн совместно с силами небесными. То есть она как бы в рамках, повторюсь, этого священодействия поднялась туда, в горные обители. И, соответственно, вот там, в Царстве Небесном, она сопребывает с Отцом, Сыном и Духом, которые и притворяют эти дары, то, что приносит община, в своё актуальное присутствие, в тело и кровь Христовой. Также этот короткий гимн даёт нам ещё одно очень важное смысловое поле. Здесь, повторюсь, да, в исключительно лаконичной форме нам предложено очень сложное богословие времени. С одной стороны, начало этого гимна явная отсылка к пророку Исаии, к его шестой главе, к моменту, когда он описывает вот это видение славы Господней и тех небесных сил, которые воспевают ему хвалу, свят-свят-свят Господь Савалов. С другой стороны, этот же текст обращает нас ещё и к видению грядущему, к пророку и апостолу Иоанну Богослову, который в своём откровении, соответственно, указывает в четвёртой главе на то же видение престола Господня, у которого тетраморф, да, вот это такое аллегорически представленное небесное существо, которое имеет лик человеческий, лик вола, орла, льва, да, собственно, отсюда у нас символы евангелистов, напомню. Вот он воспевает аналогичную славу. И третье – это конкретное вовременное действие. Это момент из непосредственной истории Христовой, да, это момент вхождения в Иерусалим, когда народ окружающий тоже поёт славу, только обращена она здесь, да, как бы к также Богу Отцу, но в лице присутствующего Сына. Да, здесь понятно, как бы сложная должна быть богословская отсылка, что, конечно, восприятие этим народом мессианской фигуры Иисуса из Назарета совершенно не таково, как мы воспринимаем его мессианство, но тем не менее, да, асанна, спаси же, да, обозначает этот возглас. Один, собственно, из трёх пришедших к нам из иврита в современной нашей богослужебной практике в непереводном виде, да, это асанна, аминь и аллилуйя. Всё остальное так или иначе давно уже адаптировано. Здесь же мы, кроме всего прочего, и подчёркиваем свою взаимосвязь с ветхозаветной общиной, а с другой стороны часто мы, ну, скажем так, пользуемся этими возгласами иногда и поверх их основного смысла, то есть чаще они для нас теперь уже передают некоторый настрой больше, чем смысл. Как бы вопрос о том, насколько это правильно. Второй вопрос, но факт остаётся фактом. Таким образом, в этом кратком тексте, в этом кратком песнопении мы видим, как вся временная полнота, вот вся временная перспектива соединяется в единой хвали Бога. Это и древний Исаия, и грядущие события Откровения, и, собственно, внутри истории находящийся момент входа в Иерусалим. Вот всё это в совокупности представляет община, как, кроме всего прочего, да, и самоосмысление ведь себя в истории, да, мы ниоткуда, да, случайным образом не появились. Вот внутри этой единой исторической прямой мы существуем, имея вот в лице тех же самых пророков, наших предков по вере, да, имея надежду на обетованные события в Откровении, да, движусь в ту сторону по этой прямой, но главным событием её полагая, конечно, события слова, события вычеловечивания второй ипостаси Троицы, и, собственно, благодаря которому и возможно только то богослужение, которое мы с вами, собственно, обсуждаем. Нельзя, обращаясь к этому гимну, миновать и тему славы Господней, да, исполн, наполнены небо и земля славы Твоей. Мы уже с вами обращались к этой теме, просто коротко напомню, что между славой Божией в библейской терминологии и тем, что мы воспринимаем как славу человеческую, есть огромный смысловой зазор. Библия под словом «слава», обращенным именно к Богу, имеет в виду его присутствие, его раскрытие, его явление в мире. Поэтому, когда Бог говорит «славы Своей я не дам другому», он говорит не с позицией человека про свою славу, про своё реноме заботящегося, а он говорит о том, что его действие ни в коем случае никем не должно быть смешиваемо с действиями ложных богов, несуществующих, да, то есть чтобы человек, видя действие Божие в мире, Творцу мира воздал славу, то есть сам, сам человек, да, двигался в нужном направлении. Это не переживание Бога о своём добром имени, это переживание о том, кто его прославляет, человек. Соответственно, исполненность неба и земли славы Господней, кроме всего прочего, говорит нам о том, что и во всякое время, и во всяком месте мы можем совершать это служение, да, Бог не связан ни с одной конкретной точкой, да, во всяком месте делающий угодное перед Ним, да, приятен Ему, как по несколько другому поводу, но тем не менее, говорит апостол Павел. И по большому счёту огромное количество мест, как Ветхого, так и Нового Завета мы можем вспомнить относительно вот этого термина «славы Божьей», нам вполне возможно был бы особенно интересен сюжет, связанный с преображением. Вот там слава Господне являет себя ученикам Христовым, с одной стороны, да, в свете преобразившегося Христа, с другой стороны, в тьме и мраке, накрывшего всё это видение облака, да, то есть всё это исключительно такие, как бы регулярные ветхозаветные мотивы. И, соответственно, на самом деле община верующих в этот момент литургии, да и вообще в рамках всего этого таинства и находится в очевиднейшем присутствии славы Господней, да. Христос ли нисходит на этот алтарь, община ли поднимается ли в горние обители. Это единство, которое грехопадением утеряно, да, и крестом, и воскресением Христовым возвращено, оно вот теперь актуально реализуется прямо здесь и сейчас, вот в этом конкретном месте, где эти люди собрались к тому, чтобы воздать славу Богу. Далее, собственно, продолжая текст Анафоры, священник молится. Вместе с этими блаженными силами и мы, о человеколюбивый Владыка, восклицаем и говорим, «Ты свят и присвят, ты и единородный твой сын и дух твой святой. Ты свят и присвят, и великолепна слава твоя, того, кто настолько возлюбил мир, что сына твоего единородного отдал, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Он, придя и исполнив весь замысел относительно нас, в ту ночь, когда был предан, а точнее сам себя предал за жизнь мира, взял хлеб в святые свои причистые непорочные руки и, возблагодарив и благословив, осветив, преломив подал святым своим ученикам и апостолам, сказав». Эта часть текста Анафоры получает название «анамносис» или «институция», то есть «воспоминание» или «установление». Здесь, среди общего воспоминания домостроительства Божия, всех тех многочисленных дел, которые Господь сотворял, чтобы спасти человека, говорим мы о конкретном событии, о конкретном действии, обращаемся к теме «Тайной вечери». Прежде чем говорить о ней, текст Анафоры настоятельно наводит нас на мысль о исключительной святости Божией, о том, что он столь свят, да пресвят ты, дважды повторяет на Анафора, что его огромная к миру любовь и подвигла его на все последующие действия. То есть до этого некоторым образом он предуготовлял историю спасения, а вот здесь начинается ее решительный акт, с момента «Тайной вечери» и, собственно, далее. Нужно заметить, что святость мы здесь можем иметь как бы в двух смысловых полях. То есть, безусловно, для ветхозаветного текста, изнутри которого само это определение проистекает, святость свидетельствует о отдельности, выделенности, инаковости. И в этом смысле о Боге, который через крест дарует спасение, мы можем сказать как о пресвятом, как о совершенно уникально отдельном, выделенном, инаковом, не похожем на нас. То есть, Он от смерти спасает через смерть своего единородного сына. То есть, это исключительно странно и парадоксально с нашей точки зрения. То есть, тем самым Бог свою как раз инаковость, как Он, например, в Священном Писании говорит, что пути Мои не пути Ваши. Вот Он ее подчеркивает и этим исключительно парадоксальным действием. Но при этом мы имеем в виду, что сам текст анафоры, конечно, формируется уже в развитом христианском словаре. И здесь под святостью, конечно, имеется в виду и праведность. Как бы праведность и относительно Бога еще, безусловно, применимый термин абсолютная безгрешность. Да, как бы непричастность никакому злу. Это также наводит нас на несколько важных мыслей. Во-первых, о том, что такого рода деяние Божие, хотя и выглядит очень, ну, скажем так, вот интеллектуально невместимо, как об этом многократно говорит апостол Павел, однако же при этом ни в коем случае не является, например, злодеянием Отца по отношению к Сыну. Нет, да, здесь Сын принимает на себя такого рода служение, и то, что Он принимает Его, да, об этом тоже анафора нам говорит, что с одной стороны, конечно, Его предают, да, вот люди, злодеи, на смерть, а с другой стороны, Он сам предает себя в эту жертву. Да, здесь вне Его желания и вне Его действия вообще ничего бы не случилось. Ну и, конечно, по поводу, да, святости как праведности, это вот как раз тема, связанная с любовью, да, что столь велика любовь Бога к миру, что Он готов пойти на все, только чтобы спасти свое творение. Далее текст, собственно, предлагает нам прямую практически цитату из Евангелия Таанна, да, здесь мы видим, что того, кто настолько возлюбил мир, что сына твоего единородного отдал, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Это, собственно, фрагмент из третьей главы Евангелия Таана, 16 стих, одно из самых, наверное, известных новозаветных мест в принципе. Далее же, собственно, рассказывая историю Тайной вечери, важно заметить, сколь лаконичен Иоанн Занитауст относительно, например, пространного изложения анафоры святителя Василия Великого. У святителя Василия, мы обязательно посвятим этому отдельную лекцию, мы поговорим о анафоре святителя Василия Великого, мы увидим, что перечисление дел домостроительства Божия будет достаточно подробным, что вот ты посылал пророков, ты даровал закон, ты сделал одно, другое, третье. Здесь, в анафоре святителя Иоанна, все это свернуто в идеальную по лаконичности и наполненности мысль, Он, да, то есть, Сын Божий, придя и исполнив весь замысел относительно нас. Вот в этой формулировке вложена, собственно, вся эта долгая, пространная история домостроительства, в которой Сын, с точки зрения христианского богословия и участвует в творении мира и человека, Сын взаимодействует с патриархами и пророками, Сын же воплощается и, собственно, вот приходит к тем событиям, о которых нам дальше анафора говорит. Дальнейшие формулировки тоже исключительно завязаны на новозаветный текст, и, в принципе, мы с вами уже упоминали, что текст литургии изобилует отсылками прямыми или косвенными к тексту священного писания. Здесь мы видим, сколь в хорошем смысле консервативен богословский язык христианской общины, как аккуратно и бережно она пользуется теми терминами и, собственно, да, вот смыслами, которые обрела уже в сокровище священного писания и, собственно, считает, что вряд ли что-то лучшее и большее она может предложить, нежели то, что как раз учениками христовыми ей уже и даровано, да, то есть, собственно, слово новозаветное. Поэтому слова, например, то, что «смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной», да, это, собственно, отсылка к посланию к филиппийцам, тезис о том, что Христос предает себя за жизнь мира, да, это такая, как бы, логический во многом парафрасы, отсылка к посланию к римлянам, пятая глава, где говорится про то, что вот Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и далее, 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 да, мы регулярные такие отсылки в тексте, безусловно, видеть будем. И так мы видим, да, в ночь тайной вечери, когда Христос сам себя предает, отдает за жизнь мира, причем здесь, как бы, что мы имеем в виду, да, под такого рода выражением, да, безусловно, жизнь мира в самом широком смысле слова, да, жизнь вселенной. Мы знаем, что человеческое грехопадение извратило бытие космоса, да, соответственно, Христос, исцеляя человека, через него же параллельно воздействует и на все творение тоже, хотя человек, безусловно, является его первейшей, и главнейшей целью. И жизнь мира, которая должна измениться ввиду этой жертвы, да, объективно меняется, как в самом простом смысле слова, то есть мы видим, мир, ставший христианским, стал объективно совсем иным, нежели как он выглядел до этого. Банально, самоценность человеческой жизни, несмотря на огромное количество кризисов и исторических вызовов и перипетий, которые претерпело и христианское сообщество тоже, тем не менее, выросло колоссальным образом. В этом одно из прямейших действий, собственно, провозвестия Евангелия в мире. Но говорим мы здесь о жизни мира и в более глубоком смысле. Мы говорим о церкви как о теле Христовом, реализованном в мире. Этому нас учат апостол Павел. Соответственно, в рамках литургии тело Христово являет себя самым актуальным образом. То есть, община христиан, приобщаясь телу и крови Христовых, актуализирует свое в нем участие. И, соответственно, дальше, исходя из храма, несет свет присутствия Христова вот туда, в мир, который лежит в зле. И благодаря этому, собственно, изнесению и дальнейшему продолжению литургического священодействия уже вне храмовых стен, бытие мира и продолжается. Та любовь Божия, к которой приобщились христиане здесь, должна быть точно изнесена и преподана, подарена куда-то дальше и еще. Понятно, что в определенном объеме это звучит исключительно патетично и достаточно сильно оторвано от реальности. Все мы с вами прекрасно представляем, что далеко не всегда, исходя из храма, мы несем свет и лучи добра каждому первому встречному. Но важно иметь в виду, что вся идея таинства ровно такова. Она не только и не столько в нашем личном индивидуальном освещении между мною и Богом. Она про общинность, про союз любви и про трансляцию этой самой любви туда дальше в мир. Не случайно многие авторы, как древние, так и совсем современные, говорили о том, не будучи христианами, что если бы христиане жили так, как они проповедуют, весь мир давным-давно был бы христианским. Здесь нельзя не согласиться с этим тезисом. Далее священник обращается непосредственно к словам Христа, произнесенным на Тайной Вечере. Они являются, кроме всего прочего, одним из немногих фрагментов Анафоры, который мы слышим за богослужением, который звучит абсолютно гласно. — Примите Едите, сие есть тело мое, я же за выломимое вооставление грехов. Примите, ешьте это тело мое, которое ради вас преломляется вооставление грехов. Пейте от нее вси, сие есть кровь мое нового завета, я же за вы и за многие изливаемое вооставление грехов. Пейте из нее все, имеется в виду чаша, это кровь мое нового завета, за вас и за многих проливаемое вооставление грехов. Нужно заметить, что несмотря на непосредственный, исключительный отсыл к историческому событию Тайной Вечери, слова анафоры в данном случае не цитируют напрямую ни один из новозаветных текстов. Как это ни странно, в свете того, что мы только что недавно сказали о том, что такое пристальное внимание анафора уделяет Новому Завету. Но здесь, также именно уделяя внимание всей полноте новозаветного свидетельства, автор анафоры не предпочитает одну формулировку слов Христовых на Тайной Вечере. Потому что если мы обратимся с вами к тексту Евангелий, мы увидим, что евангелисты, а кроме них, кстати, еще и апостол Павел в первом послании к Коринфянам, предлагают эти слова в общем смысле одинаково, но формально различно. То есть, есть оттенки смыслов, которые у каждого автора фигурируют каким-то особенным образом. Для того, чтобы не терять их, анафора, собственно, синтезирует, как бы собирает несколько такого рода свидетельств в одно. То есть, в таком конкретном тексте, примите и ешьте это тело мое, которое ради вас преломляется во оставлении грехов, этот текст, в общем-то, в Новом Завете не звучит. Здесь у нас цитата составная, так же, как и цитата о крови. То есть, по факту, у нас здесь евангелисты-синоптики и, собственно, апостол Павел. Нужно заметить, что между традиционными церквями долгое время существовала достаточно острая полемика относительно, собственно, литургии как таинства, а именно понимание того, в какой конкретно момент совершения божественной литургии таинства осуществилось. То есть, вот как мы можем свидетельствовать, что хлеб и вино еще являются хлебом и вином, и вот мы уже можем свидетельствовать, что они стали телом и кровью. Полемика, повторюсь, была достаточно плотной. Как правило, католическая традиция, в римской мессе которой отсутствует последующая часть анафоры, а именно эпиклеза, призывание действия Святого Духа на дары, считает достаточным для совершения литургии, собственно, слова Христа о хлебе и вине, которые по его указанию и его предложению их и становятся его телом и кровью. Вот Христос сказал и вот совершилось. Восточная традиция настаивает на том, что здесь мы вспоминаем непосредственно установление Христом этого таинства, но далее, так как абсолютно все в церкви днем Пятидесятницы и далее совершается действием Духа в ней, который живет и, собственно, благодаря которому церковь и существует. Поэтому, конечно, и такой высоты таинства не может осуществиться без движения, без действия Духа. Поэтому, конечно, в эпиклезе хлеб и вино становятся телом и кровью Христовыми. Нужно заметить, что впоследствии, ну, как минимум православные богословы, да, как бы здесь ввиду невысокой погруженности в католическое богословие, не могу свидетельствовать о аналогичном процессе в западных исповеданиях, но это не значит, что он там не мог происходить. Так вот, впоследствии православные богословы все-таки смогли подчеркнуть мысль, что вот такого рода препарирование таинства на самом деле неуместно. Потому что каждый раз, когда мы говорим, что есть некое универсальное, тайно-совершительное слово, мы как бы обесцениваем все остальное чинопоследование. К чему был вот весь этот долгий процесс, если протянув руку к дарам и сказав необходимых две фразы, мы хлеб притворяем в тело, а вино, собственно, в кровь. Идея в том, что в молитвенном делании, как мы уже говорили, церковная община продвигается навстречу Богу. То есть, этот процесс, он не одномоментен. Нельзя назвать ни одной из его частей факультативной, какая из них была не нужна. Чтение или писание, молитва ли о церкви или о мире, что было неважным. Поэтому, безусловно, а уж тем более анафора, про которую неоднократно мы с вами говорили, что это единый, целостный, логически последовательный, неделимый текст. То, что мы выделяем в ней какие-то фрагменты, мы делаем исключительно из педагогической затеи. То есть, на самом деле, для понимания это нам помогает, но мы имеем в виду, что это искусственная градация, искусственное деление. Поэтому нельзя сказать, что вот эта часть анафоры самая главная, как равна эта часть литургии самая главная, а всё остальное второстепенное. Всё это таинство и движет нас навстречу с Богом. Есть, безусловно, некий логический центр, как бы такой последний смысловой аккорд. Им можно назвать эпиклезу. Вот мы призвали действия духа и простёрлись перед престолом, знаменуя то, что дух сошёл на дары. Но это не обесценивает никакую из предыдущих частей. Поэтому сам дискурс, да, сам образ мысли о том, что вот это тайно-совершительный момент, или вот этот, или какой-то другой, в общем-то, не верен. О самих этих словах христовых священник дальше скажет следующее. Итак, вспомнив эту спасительную заповедь и всё ради нас произошедшее, крест, погребение, воскресение на третий день, восхождение на небеса, восседание справа, второе и славное вновь пришествие, священник возьмёт в руки дискос и чашу, вознесёт их над престолом, и мы услышим возглас «твоя от твоих», тебе приносящая о всех изо вся. То есть, собственно, да, вот вспоминая всё ради нас произошедшее, твоё второе и славное вновь пришествие, да, имея в виду, что ожидая, принося тебе твоё из твоего, обо всём изо всё. Но вот этот момент, да, важен исключительно, с одной стороны мы видим, что о словах Христовых, здесь анафора нам говорит как о заповеди, да, то есть как о установлении, собственно, да, таинства. Дальше мы говорим о том, что, безусловно, и всё последующее, да, собственно, и сделало это таинство возможным. То есть, не одна только тайная вечеря, а, конечно же, и крест, и погребение, да, сошествие, соответственно, Христоват, здесь мы имеем в виду, воскресение, вознесение на небеса, да, восседание человеческой природы в единстве Святой Троицы, которая отныне и вовеки присутствует, да, и, собственно, ввиду всего этого, и чая, да, как бы надеясь на грядущее твоё пришествие, мы поэтому и приносим тебе вот эти дары, которые и так твои. Вот в чём смысл вот этой игры слов «твоя от твоих тебе приносящих». То есть, мы приносим тебе то, что является частью этого мира, весь мир сотворён Богом, ничего принципиально нового мы в нём не можем создать просто потому, что будем создавать из того, что уже им сотворено. Однако есть некая часть, которая всё-таки может называться автономной и нашей. Об этом нам говорит книга Бытия. Человеку дважды заповедан труд. Труд в Эдемском саду, возделывай и храни его, который был, конечно, совершенно отличен от нашего нынешнего, но, тем не менее, был определённым человеческим движением, действием, творчеством, развитием. И труд после Эдемского сада, после грехопадения, в поте лица твоего будешь есть хлеб твой, что, собственно, теперь и делает каждый из людей. Но этот самый труд есть безусловный акт нашей свободной воли. Это заповедь, но, как любая другая, она может быть соблюдена и не соблюдена. И вот эту заповедь в труде, исполняя одно из первейших повелений Бога, человеку, приводя в свою собственную жизнь, мы и получили те самые дары, которые приносим теперь перед лицо Божие. Потому что, с одной стороны, в воле Господней было сделать так, чтобы шёл или не шёл дождь, чтобы светило или не светило солнце, соответственно, чтобы колос налился зерном, и чтобы в винограднике появились гроздья. Но уже от нас зависело собрать это всё в житнице, собственно, обработать этот виноград, привести его в вид вина. И теперь эти дары имеют и некую нашу в себе часть. Мы вложили в них наши труды и, кроме всего прочего, нашу любовь. И вот теперь приносим это перед лицо Божие. Сами даже образы этих даров готовы навести нас на многие важные мысли. Банально, например, нельзя не вспомнить один из древнейших христианских памятников, Дидахе, который называется «Учение двенадцати апостолов». Не в смысле авторства, что он написан двенадцатью апостолами, но что эти тезисы восходят к непосредственной апостольской логике и апостольской традиции. Так вот, этот текст содержит прекрасный оборот о хлебе, который предлагается в рамках литургии, который должен стать телом Христовым. Сейчас я по памяти воспроизведу, может быть, недостаточно дословно, но идея в том, что «Как этот хлеб, будучи рассеянным по горам, оказался собранным воедино, так и церковь твою, рассеянную по всему миру, собери в союз», да, в союз любви. То есть, вот этот образ, как из многочисленных зерен мы получили вот этот целостный хлеб, тоже должно произойти и с церквью. Она, безусловно, должна явить тот союз, да, то единство любви, которым тоже можно, преломляя и не уменьшая его, напитать и весь мир, который, как мы говорили, да, в зле лежит, но любви и праведности на самом деле алчат. Вот поэтому мы возносим вверх, как бы поднимаем к Богу, а параллельно демонстрируем общение, да, которое видит вот эти открытые, да, ничем не покровенные дары. Мы поднимаем это всё вверх к тому, чтобы вот от лица Господня, от престола Вседержителя, да, получить ту благодать, которая сделает этот хлеб и вино телом и кровью Христовыми. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok